добрый вечер уже добрый вечер уважаемые друзья точнее день мне очень интересно сегодня с вами будет пообщаться сегодня я испытываю новую площадку мне больше хотелось от вас услышать как вы меня слышите как вы меня видите какое качество связи нравится вам не нравится может быть нужно погромче что-то буду вам очень признателен если вы мне подскажете о том как вам площадка в целом так на к нам присоединился андрей из украины я вот пока что сейчас могу читать чат после этого я от него переключусь 10 видно и слышно хорошо отлично погромче не нужно точно сейчас я попробую посвятить себе в глаза что-то как-то светит очень сильно не буду буду в тени сегодня я должен рор мария извините к сожалению боюсь что я вам не помогу попробуйте перезагрузить броузер или не слышно не видно какой чат писать но я читаю чат который находится справа от видео на странице вот собственно он тут обновляется довольно четко я буду смотреть читать его я должен сегодня немножко извиниться я не успел сегодня побриться перед вебинаром поэтому я сегодня буду бородатый вот значит мы наверное еще минутку подождем пока все порешают свои технические проблемы и я начну читать презентацию и собственно вернусь к теме основное нашего вебинара очень тихо очень тихо можно громче хорошо я сейчас попробую сделать погромче одну секундочку одну секундочку я сделал примерно очень громко я вижу раз два три вот вот так вот оставим наверное скажите пожалуйста вот стало хорошо тут половина с бородой андрей насколько я понял с украины видимо там действительно много бородатых мужчин надеюсь что не женщин отлично прекрасно ну что ж друзья давайте тогда приступим сейчас я сейчас я найду презентаж ком эту презентацию я уже один но это доклад на самом деле сегодня будет состоять из двух частей одна часть состоит из будет такая более больше теоретическая и людям которые уже давно в и коммерс она будет ну откровенно говоря не сильно интересна она больше ориентирована на людей которые но к и коммерсу скажем так только подходят вот но я все-таки решил ее включить чтобы она была некой такой водной и люди сразу сориентировались в том о чем пойдет речь дальше значит дальше вторая часть вебинара пойдет будет более интересная надеюсь значит там я постараюсь побольше внимания уделить тому как ставить задачи перед программистами с целью автоматизировать процессы обновления ассортимента и цен на ваших сайтах и последний такой лакомый кусочек он будет интересен я думаю всем я расскажу о том как мы автоматизируем процессы ценообразования в наших розничных проектах о том какие фишки и штуки мы вот выработали у себя эти вещи я думаю будут интересны практически всем это наша такая но я не скажу что это наши ноу-хау это наверное не новые идеи да но это наши внутренние вещи которые мы у себя довольно давно используем довольно давно с ними экспериментируем и я вам смогу рассказать о том что тут получается как получается ну то есть какие штуки трюки работают точно какие под вопросом в общем поделюсь нашим именно реальным опытом вот итак поехали значит я сейчас переключусь на презентацию на презентацию нет я сделаю вот так вот нет я сделаю вот так вот так скажите пожалуйста вас презентация появилась на экране так презентация появилась хорошо вот она в чем дело так я прошу прощения я тут еще ставлю эксперименты с этой системой и так сразу я отвечу на вопрос тут пока что мы решаем ряд технических задачек да значит видео так появилась но так не очень удобно смотреть с iphone даже отлично видно и слышно ки отлично я рад что все хорошо видно слышно значит вопрос был про запись да запись будет я надеюсь что удастся выложить ее даже в непосредственно на youtube значит давайте мы пойдем по презентации значит ну в начале два слова собственно о нашей компании да мы занимаемся торговлей товарами для взрослых эротическим женским бельем мы занимаемся поставками этих всех товаров в основном эти поставки в интернет магазины значит это полностью на сто процентов легальный бизнес этот бизнес есть и не есть и ограничение в том плане что эти товары нельзя продавать лицам до 18 лет во всем остальном этот бизнес на сто процентов легален значит значит мы видим мы ведем торговлю этими товарами через интернет основные наши каналы это ну там и у меня у самого интернет-магазины и большинство наших клиентов это интернет-магазины продающих собственно в сети я объединяю при этом в этом понятии не только интернет-магазины в чистом виде а и группы совместных закупок и продажи через социальные сети и различные форумы и прочее 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 то есть я грубо говоря вот всю вот эту историю с торговли в интернет я ее объединяю вот в одном таком сегменте да это все люди с которыми мы сотрудничаем активно немножко о нашем опыте я занимаюсь и коммерсом последние пять лет собственно и моей компании пять лет до этого я активно работал в интернет у меня ну создал веб-студию которая до сих пор находится в топ-20 это интернет-агентство веб-профи значит у нас более двухсот оптовых клиентов это различные интернет-магазины и прочее компании работающие с нашего склада мы работаем ну чтобы вы понимали что я знаю и чувствую проблемы связанные с взаимодействием с поставщиками с большим количеством поставщиков у нас поставщиков несколько десятков и если бы мы не автоматизировали процессы работы взаимодействия с ними ну представляете какой бы у нас был бардак да мы большинство работу с большинством не со всеми к сожалению но с большинством наших поставщиков автоматизировали где-то на сто процентов то есть там автоматизация доходит до того что у нас и обновление ассортимента происходит практически на сто процентов автоматически формирование заказов на сто процентов автоматически происходит вообще без участия человека то есть там система сама готовит заказ отправляет его подтверждает и наш курьер просто в необходимое время забирает товар или там транспортная компания его уже привозит, да, то есть процесс автоматизированный на 100%. Значит, есть к сожалению поставщики, с которыми автоматизация не на 100% реализована, но это в большинстве, но это как правило поставщики, у которых ассортимент исчисляется там, я не знаю, там десятком позиций, да, то есть это не те случаи, где там ассортимент там тысячи или сотни. Окей, идем дальше. Я сейчас немножко расскажу более детально ну, как бы план доклада, да, то, о чем сегодня пойдет речь. Значит, сегодняшний доклад будет состоять из таких трех основных блоков. Первый блок, он, ну, достаточно стандартный, многие про него, многие в нем уже неплохо ориентируются, я думаю, но я тем не менее расскажу и прокомментирую ряд вещей, которые, может быть, для вас будут новыми. Значит, первый блок будет связан со схемами работы с поставщиками, да, какие схемы работы наиболее распространены или не наиболее распространены у нас в России, да. Следующий, второй блок, это собственно, интересная такая штука. Это стандартное задание, ну, как я его вижу, каким оно должно быть, если говорить о том, что оно стандартно, да. Стандартная задача по интеграции с поставщиком для программиста, да, то есть, как поставить задание для программиста, чтобы он запрограммировал ваш сайт таким образом, чтобы он автоматически все, что нужно, обновлял. И третий пункт, такая вкусняшка, это ценообразование, да, как автоматизировать ценообразование, какие фишки тут можно применять, ну, тут это так чуть-чуть в сторону маркетинга, да, и чуть-чуть в сторону, там, эффективной работы со складом. Вот, итак, движемся дальше. Поехали. Приступим к первому блоку схемы работы с поставщиками. Ну, на самом деле, основных схем работ с поставщиками их вот, ну, я бы сказал, даже не пять, а я бы сказал, что их на самом деле четыре, да, потому что выкуп с отсрочкой платежа это, по сути, тот же выкуп, да. Ну, бог с ним, пусть будет пять. То есть, основных схем работ с поставщиками на сегодняшний день интернет-магазинов пять. Все остальные схемы являются в том или ином виде вариациями этих пяти схем. Вы можете, ну, то есть, любые другие схемы, это вот так или иначе подрихтованные, подредактированные эти. Первое, ну, это такая стандартная схема, да, это выкуп товара на свой склад. Ну, про нее рассказывать как-то, я даже не знаю, что. Ну, ну, суть понятна, да, вы выкупили товары, положили их себе на полочку и продаете не спеша, скажем так, да. Основные минусы этой схемы, ну, они понятны, лежат на поверхности. Собственно, мы морозим деньги на неопределенный период, потому что вы кладете товар на ваши полки, неизвестно, когда же вы его вообще продадите. И продадите ли, кстати, вообще, да. Собственно, нужен склад, нужны полки, на которых это все будет лежать. Это тоже такие расходы довольно серьезные. Нет гарантии, что выкупленный товар вообще получится продать. То есть вы рискуете, ну, довольно серьезно. Хорошо, если это ходовой товар, и вы там даже при, при там негативном исходе сможете его там, ну, за полцены сбагрить, да, если это не совсем так. В общем, минусы такие кусачие, да. Вот, идем дальше. Плюсы. Ну, плюс тут самый главный в том, что очень простая логистика. Вы привезли на полку, потом положили, с полки взяли, повезли клиенту. Очень клево. Второй плюс, как правило, при этой схеме улучшается цена закупки, да, потому что, если вы покупаете в деньги, в предоплату, конечно, поставщику приятно сразу вам отгрузить товар и тут же получить деньги. Очень классно. Можно попытаться с поставщиком на тему эту пободаться. Да. Идем дальше. Следующее. Это наиболее распространенные среди маленьких магазинов схема работа под заказ или по-научному кроссдокинг. Отличная схема для им, да, ну, все здорово. То есть, вы не имеете своего склада, вы просто приезжаете, вы создаете интернет-магазин, размещаете в нем товары вашего поставщика, настраиваете, чтобы у вас всегда на сайте отображалось актуальное наличие, актуальные цены, получаете, ну, запускаете рекламные кампании, получаете заказ и приезжаете к поставщику, берете товар и отвозите его к конечному клиенту. Получили деньги, все довольны, цикл замкнулся. Очень классно, классно то, что вам не нужно иметь свой склад, вам не нужно иметь складских сотрудников, вы не морозите деньги в товаре, вы берете ровно то, что нужно, даже если вы отправляете почту России, все-таки вероятность того, что этот товар будет выкуплен довольно высокая, по нашему опыту из наложки у нас возврат не превышает 5%, то есть деньги длинные, но хорошо гарантированные. Поэтому схема хорошая, но для работы по этой схеме возникает ряд требований к поставщику вашему. Какие тут требования? Первое, отсутствие минималки, потому что если вы только начинаете, если вы только стартуете, понятное дело, что в первые дни у вас заказы будут вообще месипусичные, в какие-то дни вообще смешные, то есть у нас там бывают ситуации, когда клиенты, которые только начинают работать, они приезжают там в офис за товаром, не знаю, за какими-то трусиками ценой 100 рублей. Ну, он сам приезжает, смеется, мы сами смеемся, ему отгружаем, всем понятно, что он потратил на поездку к нам больше денег, чем заработает на эту продажу, но он получает опыт, он учится, да, и такие клиенты зачастую уже там через месяц начинают приезжать за уже совсем другими партиями, и зачастую приезжают уже, конечно же, не сами, дальше, второе требование к поставщику это возможность возврата, почему это важно, потому что, ну, всяк бывает, ваш клиент может отказаться от вашего заказа по самым непредвиденным обстоятельствам, он может не открыть вашему курьеру дверь, он может передумать, там, не знаю, ему разонравился этот цвет, он вчера заказывал голубой, сегодня он хочет розовый, он может там, не знаю, не успеть курьеру навстречу, у него может сесть батарейка и курьер может, в общем, причин, по которой у вас отвалился заказ, их миллион, и, конечно же, если, я не говорю, что это бывает часто, да, то есть у нас на самом деле, ну, по нашему опыту отваливаются заказы в нашей рознице, вот я, к сожалению, вам процент не скажу, но точно он невысокий, то есть он там, там счет идет на проценты, да, то есть это не 10 процентов точно, но тем не менее, такие ситуации бывают, да, и нужно понимать, что в такой ситуации важно иметь возможность вернуть товар поставщику, конечно же, этот товар должен сохранить товарный вид, иначе, никакой поставщик у вас этот товар не примет, ну, сами посудите, вы вернули помятый товар, он вам же этот помятый товар завтра будет отгружать, да, если вы его помяли, ну, сам дурак, как говорится, если не помяли, то все довольны, окей, так вот, и возможность возврата нужна, чтобы у вас не скапливались вот эти возвратные товары, конечно, от них можно избавляться и самим, там, распродажи, скидки, подарки и так далее, да, но лучше, удобнее, эффективнее, просто иметь возможность вернуть этот товар поставщику, следующее, обязательно, ну, то есть, если возможность возврата еще не такое критичное требование, то вот возможность оперативного доступа к остаткам, не просто к остаткам, а к информации о ценах, причем, ну, такое, в режиме реального времени, крайне важно, да, очень важно, чтобы у вас на сайте в режиме реального времени отображались именно те товары, которые вы можете забрать со склада поставщика, почему, потому что бывает очень обидно, когда, ну, вот я с своей стороны могу сказать, к нам прибегает клиент, размещает там свой заказ, тут выясняется, что этого товара нет, и он с крокодилями слезами, ну, как же так, вот как же так, мы начинаем общаться, и выясняется, что он последний раз вручную обновлял на своем сайте остатки там неделю назад, понятное дело, что уже за это время у нас появилось миллион новых товаров, и миллион старых товаров ушло из продажи, да, у нас движение товара может быть довольно активное, и легко может оказаться, что товар, который вот был некое время назад в наличии, конкретно в текущий момент отсутствует, поэтому обновление остатков на вашем сайте крайне важная задача, и если поставщик такой возможности не предоставляет, ну, это виллы. Дальше идем. Авансовая схема работы. Мне эта схема очень нравится. Скажу вам, что я всем нашим клиентам рекомендую работать именно по этой схеме. В чем суть? Вы закидываете на расчетный счет поставщику некую сумму, сумму, ну, мы, я рекомендую своим клиентам закидывать сумму в расчете на недельный оборот. То есть, если вы в неделю планируете выбирать, ну, не знаю, там, 30 тысяч рублей для примера, да, то вот вам желать, вот я вам рекомендовал эти 30 тысячи закинуть. Почему так? Вы, конечно, можете каждый день приезжать и каждый день с нами рассчитываться. Или вы можете, там, закидывать, привозить деньги, там, из расчета на 2 дня. Или вы, ну, то есть, так или иначе, возвращаться к вопросу денег ежедневно крайне неудобно. Считать эти, там, рубли, копейки, морока дикая, а если это безнал, то пока деньги дошли, пока упали, пока вы отправили, пока мы увидели на своем расчетном счету. В общем, это долго, да, а так вы закинули сумму, и вы понимаете, что в течение недели вы к вопросу денег не возвращаете. Вы спокойно отправляете нам заказы, спокойно отправляете к нам своих курьеров, и мы отгружаем им необходимый товар, да. Дальше, следующая прелесть. в случае, если мы работаем по авансовой схеме, не возникает необходимости ежедневного, ну, ежедневного обмена документами, да. Можно делать это агрегировано, например, раз в неделю. Это тоже упрощает документы обороты, ваш и наш. В общем, вот, реально это удобно. Когда же клиент, ну, то есть, альтернативы это ежедневные взаиморасчеты, ну, вот, так тоже многие работают, ну, вот, по моему опыту, курьер, которому нужно приехать к нам на склад и просто забрать коробку, по сути, он уезжает от нас гораздо быстрее, чем курьер, которому, кроме того, что забрать коробку, нужно получить накладные, расписаться в них и так далее, да, это все время. Тут вот, при авансовой схеме все это происходит гораздо быстрее. Это ускоряет процессы ваши, наши и снимает морок. Потом, если у вас нет на сегодня закупки, на сегодняшний день денег при ежедневных взаиморасчетах, это реальная беда. Заказ вы получили нужно срочно. А при авансовой схеме вы всегда знаете, вы всегда заранее планируете, сколько у вас денег на счету сегодня, сколько вам нужно запланировать на следующую неделю. опять же, вы видите, мониторите, как у вас происходит движение, с какой скоростью расходуются средства. Ну, в общем, тут плюсов много. Я вот однозначно голосую за вот эту самую авансовую схему работы. реализация. Да, это такая старая схема, которую, ну, там, многие клиенты жаждут заполучить. Я однозначный противник вот этой вот истории. За многие годы работы в торговле, ну, уже пять лет, я пришел к выводу, что реализация это такая, ну, вот, по моему мнению, это смерть для бизнеса. постараюсь объяснить сейчас почему. Проблема в том, что, когда компании начинают работать по схеме на реализацию, товар отгружается под реализацию, то есть, заплатите, когда продадите, да, стороны, ну, то есть, продавец в этом случае, интернет-магазин, становится абсолютно не заинтересован в том, чтобы этот товар продавать. Ну, сами посудите, у вас на полке стоят два товара. За один товар вы уже заплатили деньги, он ваш, и вам нужно из этого товара деньги вынуть. А второй товар вам дали на реализацию, и, в принципе, простоит он у вас на полке один день, два или три, для вас, ну, по большому счету, ну, не сильно вас это заботит. Особенно, если речь идет про интернет-магазин, где место на полке, ну, по сути, ничего не стоит, да, ну, стоит, конечно, ну, вот, не архимегам, много. Опять же, на ваших сайтах, ну, то есть, у вас место на полке, это, по сути, место на вашей странице. У вас есть место на титульной странице, и есть место на последней странице вашего каталога. Товары, выкупленные к вам на склад, вы, разумеется, будете толкать в первую очередь, будете ставить их на титульную страницу сайта, будете их рекламировать в промо-блоках, и так далее. А товар, который вам дали на реализацию, вы будете пихать там, ну, вообще куда-нибудь подальше, потому что вас особо не волнует, когда вы его продадите. Видите, у вас интерес нет. И получается, что проходит энное время, ну, я не знаю, несколько месяцев, или насколько у вас там добрый поставщик, да, и он к вам приходит, Вась, ну, слушай, ну, вот я тебя отгрузил там 3 месяца назад товар, как у тебя дела? Он говорит, ну, слушай, что-то не продается твой товар, вообще какая-то фигня, сам не знаю, в чем дело. Получается фигня, получается, у вас наверняка отношения после этого с поставщиком не очень хорошие останутся. Поставщик потерял время, ну, и деньги на самом деле. Вы потеряли время, потому что тоже все-таки товар туда-сюда возили, и там завести и выложить его тоже время занимает. Но в общем-то никто особо в плюс не остался, то есть от того, что сделка не случилась, по сути, никто не выиграл. Плюс за 3 месяца лежания товара на вашем складе, он вполне мог покрыться пылью, например, да, или там еще что-то с ним могло произойти. Вот, тоже, в общем-то, ну, то есть, можно надеяться на то, что товарный вид он не потеряет, но, по крайней мере, уже там может быть не первой свежести, да, вопрос там, конечно, в условиях хранения. В общем-то, реализация, это реально такая вот засада, которая, ну, вот, я не рекомендую, и сам противник жесткий. Я работал в реализации с одной стороны, и с другой стороны, и реально, ну, вот, понимаешь, эта схема, она не развивает, она не толкает вперед. Вот, идем дальше. Следующая схема, следующая схема работы с поставщиками, это выкуп со срочкой платежа. Ну, собственно, здесь схема заключается в чем? Вы выкупаете товар, кладете его к себе на склад, и платите на него за это, за выкупленный товар через месяц, вне зависимости от того, продали вы его или не продали. Это тоже очень клевая схема, в чем ее прелесть. Прелесть в том, что с одной стороны, вы забирая товар, не морозите в нем деньги, так как, ну, вы за него еще не платите. Вы его, с одной стороны, еще и не продали, и с другой стороны, вы его и не платите. Почему это классно? Потому что, взяв к себе товар, у вас на самом деле возникает довольно много расходов. Вам нужно его привезти, складировать, вам нужно запустить рекламную кампанию, чтобы его продать. Даже когда вы получили заказ, у вас еще есть расходы, разные накладные на то, чтобы, собственно, этот товар доставить до клиента. А денег вы в этот момент еще ни разу не получили. Получается, что для вас, если в этот момент вам еще и заплатить за товар надо, то это, в общем-то, такое с финансовой точки зрения напряженный момент. Поэтому, если поставщик вам в этот момент дает послабление, говорит, ну, слушай, заплачешь через месяц, то вам это, на самом деле, сильно легче. Потому что, проходит месяц, и вы за этот месяц продали, ну, даже если не весь выкупленный товар, например, его половину, но, по крайней мере, вам уже сильно проще. у вас уже там расходы на транспортировку, складирование, и реклама уже, по сути, покрыты. Вы уже продали, что-то заработали. И, конечно же, через месяц вам заплатить за этот выкупленный товар гораздо легче. Поэтому выкуп товара с отсрочкой платежа к себе на склад очень клевая схема. Она и логистику упрощает. Ну, в общем-то, все хорошо, но не все поставщики готовы к таким схемам работы. Опять же, ну, вот, что касается нас, мы отсрочки платежа готовы предоставлять, но клиентам, которые с нами проработали уже некий продолжительный срок времени, и хорошо себя зарекомендовали. Идем дальше. Значит, мы переходим к следующему большому блоку. Значит, блок будет посвящен тому, как же нам построить взаимодействие с поставщиками. Точнее, как поставить задачу программисту на интеграцию с поставщиком. Сейчас я на секундочку прервусь, и мы посмотрим на то, что у нас происходит в чате. так, значит, я посмотрю, что здесь в чате. Значит, меня тут просят вывести презентацию на весь экран, мелко не видно. Хорошо, я сейчас видео отключу и презентацию и презентацию буду показывать в полный экран. Вот, вот так вот мы сделаем. Вот. Дальше. больше тут в чате вопросов-то и нету. Окей. Тогда я вернусь к презентации и мы продолжим. И мы продолжим. Вернемся к презентации. Окей. Значит, так. ТЗ на реализацию, на интеграцию. Как я уже говорил, если вы занимаетесь e-commerce, то у вас одна из важнейших задач на сегодняшний день стоит очень плотная интеграция с поставщиком. Да. Значит, по сути, эта задача сводится, ну, ее правильно разбивать на три задачи. Да. На три там, три независимые задачи. Первая задача, которую, по сути, вы решаете один раз, это импорт номенклатуры. Да. Вам нужно, чтобы на вашем интернет-магазине, в вашем веб-сайте, в вашей базе данных появилась вся номенклатура вашего поставщика. Впоследствии вам нужно будет периодически к этой задаче возвращаться. тут зависит от того, насколько часто у поставщика появляются новые позиции. Ну, что касается нас, я могу вам сказать, что у нас новые позиции появляются, ну, еженедельно точно. Иногда даже ежедневно. Поэтому я бы рекомендовал, ну, вот, если вы работаете с нами, я бы рекомендовал процедуру обновления номенклатуры запускать, ну, раз в неделю где-то. Чаще, наверное, не стоит, а вот раз в неделю, да, потому что у нас, ну, за неделю, ну, товаров 100 иногда добавляется, иногда, иногда по 500. Ну, то есть, там зависит от того, какого мы запустили производителя еще в работу. Ну, обычно просто, если это бельевая марка, то там ассортимент по белью может достигать, там, 400 позиций, 500 позиций. если это бренд какой-то товаров для взрослых, как правило, целиком бренд мы не заводим, а какую-то линейку, и в линейке обычно там от 50 до 100 наименований. Вот, поэтому, в общем, раз в неделю я бы этот процесс запускал. Дальше, вторая важная задача, она отдельная от обновления номенклатуры, она связана с тем, что вам регулярно нужно обновлять информацию о ценах и остатках у нас на складе. Я говорю у нас, потому что я говорю в контексте нашей компании, да, если вы работаете с другим поставщиком, соответственно, от другого поставщика, да, вот, соответственно, вам же нужно, чтобы на вашем сайте всегда были актуальные цены. Вам нужно, чтобы на вашем сайте доступные к продаже всегда были только те товары, которые вы можете оперативно забрать с нашего склада. Соответственно, вам нужно регулярно, ну, хотя бы раз в час обновлять информацию о наличии и ценах, да. Конечно, тут регулярность зависит от регулярности обновления со стороны поставщика. Мы со своей стороны эту информацию обновляем раз в час. По нашему опыту это более чем достаточно. Если у вас настроено обновление в таком вот режиме, то накладок практически не бывает. Все накладки, которые у наших клиентов происходят, как правило, связаны с тем, что обновление происходит сильно реже. Идем дальше. Следующая задача это формирование заказов к поставщику. Тут, конечно, сильно зависит от того, какое количество у вас заказов. Да, но если вы заказываете там, не знаю, одну позицию в день, то, конечно, проще ее, наверное, заказать вручную. А если же у вас формирование, если у вас заказ составляет там несколько десятков наименований, да, то, разумеется, корректно и точно и оперативно его разместить, это, ну, занимает время. Если делать такой заказ вручную, вероятны ошибки, конечно же, эту задачу лучше тоже автоматизировать. Да. Значит, движемся дальше. Теперь поговорим о каждой из этих задач более детально. Итак, задача номер один это импорт номенклатуры от поставщика в ваш интернет-магазин. Ну, я вот тут эту задачку последовательно расписал, то есть, это такое, ну, некая рыба для ТЗ для вашего программиста, да. Значит, первое, что нужно сделать, нужно подключиться к серверу поставщика, да, подключение к серверу поставщика может происходить, на самом деле, очень разные технологии могут быть. Это может быть и в ТП, и СААП-сервис, и там, и HTTP-запросы, там вариантов много, на самом деле, я все перечислять не буду, но, в общем-то, суть такая, что нужно научиться подключаться к серверу поставщика, да, и, значит, следующая задача, нужно с этого, ну, для того, чтобы программист мог эту задачу решить, ему нужна информация о том, собственно, как подключаться. Эту информацию нужно запросить у вашего поставщика. У нас все просто, у нас все наши выгрузки доступны на нашем сервере, на нашем сайте есть подробное описание по каким адресам, вам достаточно вашему программисту дать просто ссылку на страничку, где у нас все это описано, любой адекватный программист в этом разберется, да. Дальше, программисту нужно получить файл или файлы с информацией о номенклатуре, да, то есть, им, по сути, через вот это самое подключение нужно к себе скачать необходимые файлы с информацией о номенклатуре поставщика, да, о том, какие товары у него есть или бывают в принципе в ассортименте. Дальше, нужно выявить, какие позиции, ну, тут вот штука какая, если мы первый раз импорт номенклатуры производим, то нужно импортировать абсолютно все, что есть в этом файле, да, полученном от поставщика. Если мы производим обновление, то есть, уже, уже какая-то часть номенклатуры загружена, то есть, это повторная операция, то нужно выявить позиции, которые присутствуют в загруженном файле, но при этом отсутствуют на сайте, да, и вот эти самые новые позиции, которых до этого у вас на сайте не было, нужно завести у вас на сайте. При этом, я настоятельно рекомендую, чтобы программист запрограммировал такую штуку, чтобы он эти новые заведенные позиции откладывал в какую-то отдельную папку в вашем каталоге или каким-то признаком помечал, чтобы было, чтобы можно было как-то визуально четко определить, что вот есть там, не знаю, 50 новых позиций, их нужно проверить, отмодерировать. Почему нужно так? Какой бы прекрасный скрипт импорта номенклатуры ваш программист не создал, как правило, все равно происходят какие-то нестыковки. Размеры картинок разные, какая-то картинка может не скачаться, какое-то название товара некорректное, там, не в ту категорию каталога легло, еще что-то. Ну, в общем, я настоятельно рекомендую автоматически загруженные импортированные товары, прежде чем выкладывать их в продажу, проверять, пробегаться взглядом. Ну, там, даже если это несколько сотен позиций, это просто проверка, она не займет много времени, делать это нужно раз в неделю, поэтому, в общем-то, я настоятельно рекомендую ввести в процесс импорта номенклатуры, еще такой вот этап проверки модерации перед тем, как этот товар поступит в продажу. Один раз перед первым, вот первый раз загрузили, проверили, впоследствии уже просто можно обновлять наличие остатки цены по этому товару. Идем дальше. Как часто? Ну, вот я здесь в презентации написал, что обновление лучше делать раз в сутки, но мне кажется, что это я что-то переборщил, мне кажется, что обновление номенклатуры достаточно делать раз в неделю. Ну, на самом деле сильно зависит от поставщика, от конкретного поставщика, но я вам могу сказать, что вот, если взять период в течение года в нашей, вот, касательно нашей компании, у нас в среднем, ну, ну, довольно часто бывают дни, когда у нас новых товаров нет вообще. Довольно часто бывают даже недели, когда новых товаров нет вообще. Но, вот, например, июль и, я думаю, август, у нас ежедневно будет появляться по 20-30 новых наименований. У нас сейчас идет активная работа по расширению ассортимента. А в какие-то дни и по сотне, а то и по две наименования будет. Вот сейчас у нас, например, вот непосредственно в эти минуты идет работа над ассортиментом Dream Toys. у нас сейчас в продаже, если мне память не изменяет, порядка 170, нет, сейчас скажу, 207 наименований, а к завтрашнему дню должно быть порядка 379, то есть, там где-то на четверть ассортимент расширится. Вот. Ну, то есть, разные дни бывают, но мне кажется, что наиболее правильный здесь подход это обновлять номенклатуру раз в неделю, раз в неделю к этому моменту вопросу возвращаться и тщательно его прорабатывать. Да. То есть, вот первый этап, первая задача для вашего программиста нужно настроить импорт номенклатуру и ее обновление. Обновление с точки зрения широты ассортимента. Значит, важно, вот тут вот есть пунктик, не знаю, видите ли вы мышку или нет, здесь есть пунктик завести эти позиции на вашем сайте. Значит, здесь подразумевается то, что программист должен решить задачу не только создание самой записи в базе данных, но также крайне желательно, чтобы он решил и вопрос загрузки картинок, чтобы в процессе модерации вам в идеале осталось просто кликнуть на кнопочку там approve, подтвердить, да, и все. Это совсем здорово. Но в худшем случае можно кликнуть там, не знаю, что-то еще добавить, поправить, да. Но, в общем-то, вот желательно, чтобы программист вопрос вот этого обновления решил максимально, да, чтобы руками доделать приходилось минимум. Так, идем к следующему пункту. Следующая задача, к которой нужно очень серьезно подходить при работе с вашим, при постановке задачи вашему программисту, это обновление цен и остатков. Задача очень важная, я уже неоднократно на эту тему говорил, ну, если по пунктикам ее разложить, то, собственно, она сводится к следующему, да, программисту нужно, ну, вашему серверу, вашему сайту нужно подключиться к серверу поставщика, получить на этом сайте информацию о ценах и остатках. Обращаю ваше внимание, что здесь важно понимать, что если в первой задаче нужно было получить информацию о номенклатуре, да, то есть обо всем ассортименте, то сейчас мы говорим о том, что нужно получить информацию только о ценах и остатках, это по объему информации гораздо меньше, и чтобы эффективно работала вот эта система, желательно, чтобы программист качал не всю базу подряд, а вот только эти данные, не у всех поставщиков это можно, но зачастую можно именно такую скачать выгрузку, которая именно касается обновления цены и остатков, такая лайт версия. Идем дальше, после того, как получена эта информация, нужно обновить информацию об остатках и ценах, при этом важный момент, товары, у которых остаток стал ноль, то есть которые стали закончились у поставщика, очень важно в максимально короткие сроки снять с продажи, то есть у вас эти товары должны перестать продаваться на вашем сайте, а в идеале, чтобы ваш сайт еще и остановил рекламные кампании, если вдруг они идут и касаются этих самых закончившихся товаров, но это уже такой немножко хай-тек вперед ушли, вот идем дальше, а товары которых вот не было в наличии они появились, соответственно они должны быть выставлены продажи, должны быть запущены рекламные кампании и так далее, идем дальше, дальше важно обновить закупочные цены, отпускные цены, базовые цены, ну вот здесь вот я сейчас не буду в деталях рассказывать, это тема нашего последнего блока сегодняшнего, вот, регулярность обновления, ну вот я в презентации рекомендую раз в час делать обновление цены остатков можно даже чаще, все сильно зависит от конкретного поставщика, какие у него товарные запасы, насколько часто у него меняется это все, насколько регулярно он сам обновляет, ну что касается нас, при работе с нами более чем достаточно обновлять цены и остатки один раз в час, у нас довольно много клиентов, которые обновляют остатки раз в день, не скажу, что у них очень много проблем, как правило у них тоже проблем нет, ну так, бывают косички, но не смертельно, но вот если обновляться раз в час, то все вообще в ажуре и проблемы нестыковки по остаткам практически не бывает. Значит, так, идем дальше. Следующий интересный момент это заказ поставщику. Я уже говорил о том, что этот этап его также крайне желательно автоматизировать. Мы, кстати, этот этап автоматизировали не так давно, об автоматизации этого этапа задумываются, как правило, в последнюю очередь. я настоятельно рекомендую задумываться не откладывать это на когда-нибудь там потом-потом, а заняться автоматизацией этого процесса, ну, если не сразу, то как можно быстрее. Ну, почему я уже рассказывал, повторюсь немножко, тут если у вас заказ к поставщику там, или ежедневный, или просто там, пусть раз в три месяца, но довольно большой, то если у вас этот процесс не автоматизирован, то, во-первых, формирование самого заказа будет занимать довольно много времени. представьте, вот, например, у нас есть поставщики, у которых мы размещаем заказ раз в квартал, да, понятно, что это заказы довольно крупные. Каждый заказ формируется на основе анализа довольно большого объема разной статистики, аналитики и так далее. вот, не так давно, к сожалению, не так давно, раньше совсем все делалось вручную, вот, не так давно мы начали это дело все автоматизировать, аналитику, которую мы раньше собирали в Excel и тому подобном, сейчас собирает соответствующий скрипт, и он формирует этот самый заказ по нажатию кнопки, очень клево. вот, конечно, там, алгоритмы формирования заказа, они постоянно корректируются на основе опыта, вновь приобретаемого нами, но сама штука очень классная. Если вы с поставщиком работаете на ежедневной основе, ну, вот, к нам ежедневно приезжают клиенты за товаром, да, они ежедневно нам присылают свои заказы, то тут без автоматизации я вообще сейчас с трудом представляю, как можно жить, да, как можно ежедневно отправлять заказ на несколько десятков позиций, делать это вручную и ни разу не ошибиться. Конечно, есть ошибки. Вот, поэтому, чтобы избежать эти ошибки, во-первых, чтобы ускорить процесс размещения заказа, ну, вот, настоятельно рекомендую автоматизировать и вот этот процесс тоже, да, ну, собственно, здесь задача, ну, не знаю, но вот она понятна, да, она простая. Первое, нужно сформировать заказ на основе статистики продаж и схемы работы с поставщиком, ну, то есть, если вы формируете заказ, не знаю, там, раз в месяц или там, раз в квартал, или там, ну, не знаю, раз в какой-то длительный период, то у вас заказ формируется не на основе размещенных у вас заказов, а на основе, вот там, статистики продаж за прошедший период, да, ну, например, там, мы формируя заказ на следующий квартал, анализируем статистику за предыдущих там два квартала. Иногда можем посмотреть статистику за год. Ну, то есть, по-разному бывает, там, плюс учет сезонности. У нас много факторов в этой задаче включено. Они постоянно развиваются, но суть в том, что вы анализируете, грубо говоря, ну, там, если совсем на пальцах вы посмотрели, что если в прошлом месяце вы продали 10 товаров, то и на следующий месяц нужно купить тоже как минимум 10, да. А дальше начинается. Если это высокий сезон, то можно запастись и купить там вместо 10 в прошлом месяце на этот месяц 15, да. Если там, если вы в прошлом месяце продали все 10, и остаток у вас на текущий момент 0, тоже это повод того, чтобы увеличить запасы, да. Если вы продали у вас осталось половина, то нужно, может быть, имеет смысл задуматься о том, чтобы сократить склад. Ну, то есть, это складская логистика, не будем сейчас сдаваться в теорию, но суть вот примерно такая, да. Значит, дальше идем. Если у вас регулярные ежедневные заказы, то тут понятно, что вы размещаете заказ под заказы, размещенные в вашем интернет-магазине. Что должна сделать система? Она должна собрать информацию о том, какие заказы у вас размещены, на какие товары, сколько их надо штук. Собрать эту всю информацию в один, там, не знаю, файл, Excel, ну, в зависимости от конкретного технического решения. И отправить поставщику заказ ровно на эти наименования, да. Можно делать какие-то гибридные вещи, то есть, например, работая ежедневно, отправлять заказ, плюс делать создавать некий локальный запас, да, то есть, те позиции, которые вы ежедневно отгружаете, может быть, имеет смысл начать создавать какой-то локальный запас. В общем, в простом, при простом подходе, вот оно вот так, а дальше, когда у вас эта система начинает работать, вы можете начать ее трансформировать и загибать в ту или иную сторону, да, ну, например, ту же систему заказов можно оптимизировать бесконечно, можно внедрять там различные коэффициенты, сезонности, там стабильности ассортименту поставщика, там длительность поставки, много всяких хитростей можно придумать, было бы там желание, да. У меня идеи по оптимизации вот этих всех вещей, на самом деле, очень много, мы этими процессами, к сожалению, не так давно начали так по-серьезному заниматься, они у нас всегда были, но на таком уровне зачаточном, честно, так откровенно говоря, по-серьезному мы этими вещами начали заниматься, ну, примерно там полгода-год назад. Вот, идем дальше. Значит, это мы поговорили про автоматизацию заказа поставщиком. Сейчас у нас следующий блок про ценообразование, я переключусь на секундочку на чат, чтобы посмотреть, значит, я вам покажу камеру, а сам посмотрю, что тут в чате. Так, значит, что тут в чате, ой, как тут много всего написали. Так, вы работаете по агентской схеме, то есть агент работаю под заказ, закупаю у вас после перехода заказа, и как это так, еще раз. Агентская схема это немножко не то, агент, это, ну, агент, это что-то вроде партнерской программы. Нет, по агентской схеме мы не работаем. Лучше обратиться к нам в компанию, вот, не буду в рамках вебинара рассказывать конкретно схемы, по которым мы работаем. Можете написать нам заявку на сайт или позвонить, и вам мой коллега, или я, или еще мои коллеги, раз, там, ну, Сергей сейчас, наверное, в чате должен быть, вот, он вам подробно расскажет о тех схемах, по которым мы работаем, и как вы можете от нас получать товары и поставки. Расскажите, как вы добились 5% возвратов, у нас 17% возвратов. Вы знаете, 17% возврата это какой-то трэш, я бы застрелился, честно говоря, сразу. При том, что у нас нет смс-информирования, как вот у вас, да, но, да, у нас есть трекер работает, у нас довольно плотная интеграция через СААП с почтой России, значит, что у нас происходит, у нас в систему вносится, у нас в системе заведен, ну, после того, как заказ отправлен в почту России, мы вносим в систему информацию о почтовом идентификаторе, это, после того, как эта информация внесена в систему, покупатель уходит в e-mail, в котором написано ваша посылка отправлена, вы можете отслеживать ее местонахождение на сайте почты России, тра-та-та, да, потом наш чекер ежедневно снимает информацию о местонахождении посылки, когда она прибывает в пункт вручения, человеку отправляется второй e-mail, что, мол, там, получите вашу посылку, тра-та-та. Дальше, если в течение пяти дней посылка не забрана, мы человеку звоним, и ему отправляется второй e-mail. Ну, и дальше по кругу, грубо говоря, у нас процент возвратов с почты, причем это включая все возвраты, и некорректные адреса, и незабранные посылки, а у нас наложки очень много, у нас в розничных продажах в обороте 50% это наложка, даже больше, там, до 60 доходит, вот, и, в общем, ну, вот, такая схема работы, мы так уже довольно давно работаем, ну, 17, это, конечно, трэш, трэш, страшно, так, идем дальше, Дмитрий, вопрос контента по номенклатурам, как и в какой системе вы работаете с контентом, я не, Александр задает вопрос, я, к сожалению, не очень понимаю вопрос, но, как он, если вопрос в том, где у нас контент хранится, у нас административные все интерфейсы самописные, у нас все сайты, собственно, самописные, и у нас вот там есть специальные интерфейсы, где у нас контент-менеджеры работают с этим вот контентом, да, контент-менеджеры у нас, как правило, удаленные, в Москве у нас только один контент-менеджер, у нас есть контент-менеджеры в Омске, потом, где, 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 где Джейнта живет, не помню пензи что ну в общем нас удаленный контент менеджеры и они работают через наш веб-интерфейс с админкой туда вносит информацию так дмитрий почему один и два этап не объединить создание новых товаров и обновление информации по ценам значит дальше антон слабо слабачук задает вопрос почему нельзя объединить информацию по ценам но процесс обновления информации на который цен можно объединить вопрос в ресурсах вашего сайта и нашего сайта смотрите но у нас на сегодняшний день вся номенклатура составляет порядка 8000 именований да значит если вы будете прокачивать всю номенклатуру каждый час и всю ее парсить и разбирать ну это такая задачка конечно не архитяжелая но такая нелегкая и там и ваш и наш сервер ну там сейчас в текстовом файле вся эта номенклатура весит порядка четырех мегабайт ну это не так много но все-таки если там 100 человек одновременно эту штуку качнут ну будет не очень клёво для нашего сервера но мы переживем нас сервер мощный мы сейчас кстати на новый переезжаем вот вам раз в час перекачивать переваривать и 4 метра хреновенько потому скорее всего ваш интернет-магазин на момент вот этой обработки ну так ну я не скажу что зависит но время его реакции будет медленнее поэтому вот я бы рекомендовал эти две задачи разнести и собственно для обновления цены остатков это такая должна быть довольно легкая процедура файлик там должен весить сильно легче и делать ее можно гораздо чаще вот поэтому я бы вот эти две процедуры все-таки разнес значит идем дальше а ну вот на александр собственно ответил тут за меня уже нагрузки на сервер дальше сергей тут представился вот его здесь контакт его e-mail ксн собачка по 5s точка ром ему можно написать любые вопросы он оперативно на них ответит значит вопрос почему я выбрал такой сегмент но прекрасный сегмент мне он очень нравится здесь очень не скучно здесь работают очень веселые люди сфера деятельность на самом деле потрясающе потому что но скучать точно никогда не приходится всегда весело всегда улыбки и позитив вокруг ну блин реально клёво мне нравится ну и плюс исторически так сложилось что вот я попал в эту индустрию 5 лет назад так получилось так идем дальше да по белью вот здесь александр же задает вопрос планируется ли расширение ассортимента по белью да мы планируем расширение у нас планах еще несколько брендов брендов причем ближайшее время я сейчас не буду говорить каких именно но в общем то будет много к вопросу заказах поставщикам как вам поставщик счастье сбрасывать заказы оптом по e-mail мы пока не работаем с вами но планируем нам сказали что нужно по одному заказу оформлять дать на данным значит наталья на данный момент у нас не разработана пик через которое можно нам отправлять заказы сейчас мы принимаем такие агрегированные заказы по e-mail api в разработке я думаю она будет внедрено но то что до конца года точно я очень надеюсь что сильно раньше что в новый год мы уже будем работать через api так значит идем дальше александр спрашивает дмитрий подскажите платформы имов под которую у вас есть выгрузки чтобы на тех платформах были продающие триггеры отзывы дедлайн и т.д. значит выгрузки под которую у нас разработана платформа под которую нас разработана выгрузки можно познакомиться у нас на сайте в разделе и коммерс есть соответствующие страничка называется она выгрузки до туда можно зайти и там все подробненько описано сколько сотрудников у нас штате не скажу так представился никита к нам пришел кирилл а вот значит кирилл семкин спрашивает появится ли у нас курьерская служба которая будет доставлять до конечного клиента значит у нас уже был такой у нас уже был период работы с одной курьерской службы не буду озвучивать ее название значит значит так мы мы тогда работали через внешнюю курьерскую службу и она доставляла заказы наших клиентов до конечного покупателя значит система это хорошая хорошо себя зарекомендовала но курьерская служба нас тогда подвела мы с ней сотрудничество разорвали силами своих курьеров мы эту задачу решать не готовы я думаю что где-нибудь не уверен что в этом году успеем в следующем точном буду стараться чтобы в этом чтобы наши клиенты могли пользоваться доставкой до конечного клиента это будет точно вопрос это вопрос времени так никита задает вопрос их вот лучше в персональном режиме с сергеем обсудить окей теперь вернемся к презентации у нас остался еще последний кусочек значит поехали цена образования цена образования в интернет-магазине значит в индустрии товаров для взрослых принято схема цена образования следующая то есть берем цену по которой купили умножили ее на 2 и продаем да ну то есть это вот такая самая стандартная самая распространенная практика когда вы делаете стопроцентную накрутку в интимке это именно так в оффлайне причем на оценки составляют больше они там где-то 200 там 150 200 там порой 300 процентов зависит от конкретной в товара значит но самый простой подход это в общем то вот он такой в принципе ценообразование ну в теории на практике можно строй можно подходить к нему двумя способами это ценообразование от затрат или ценообразование от рынка что такое ценообразование от рынка это ну вот берем ну там мы торгуем неким товаром но я не знаю чем не тут на столе есть вот там не знаю телефон нет вот модем да вот у меня есть модем какой-то не знаю не некий модем до и можно задаваясь вопросом по какой цене его продавать можно посмотреть там зайти не знаю там на яндекс маркет например посмотреть сколько он среди по какой цене он среднем продается и принять решение что мы этот модем будем продавать по цене чуть-чуть ниже рынка да то есть у нас такая демпинговая политика или там сильно ниже рынка или наоборот мы решаем что мы продаем в каком-то дорогом месте поэтому у нас будет не знаю выше рынка продаваться не суть в общем какую-то мы стратегию ценообразование избираем и базы в этом ценообразование является среднерыночная цена некая да или самая минимальная цена или самый высок ну там разные стратегии могут быть и второй момент на второй вариант ценообразования которым я уже сказал собственно от затрат да то есть ну там сам простом понимании это закупка умноженное на там насколько то там на какой-то коэффициент до хотите в два раза хотите в три раза там как вы как вам заблагорассудится первый метод он может быть довольно эффективен с точки зрения маркетинга но он очень плохо автоматизируется практически нас ну его автоматизировать практически невозможно да второй метод автоматизируется вообще на раз и развивая и докручивая всякими фишками второй метод на самом деле его эффективность можно свести вот к первому да как же вот как же это и сделать погнали значит если у вас автоматизировано получение информации о ценах от поставщика то ну то вы ваши базы цены вы рассчитывать автоматически да то есть я выше когда раз наказывал о том что мы обновляем цены от поставщика да то есть мы по сути раз в час их скачиваем умножаем на 2 закупку и получаем нашу розницу да вот там базово так вот дальше дальше можно внедрять всякие разные фишки значит у нас целый ряд таких вот хитроумности внедрено но значит задача которую решается на образование их на самом деле но вот две там основа одна из них это ускорение движения товара да то есть вам нужно то есть каким образом можно поставить задачу перед программистом дает все стараюсь вести к тому чтобы вы после посмотрев этот вебинар пришли к своему программисту и сказали дорогой друг вася сделай мне рояль в кустах так вот погнали значит в чем штука нужно отобрать товары скорость продажи которых неудовлетворительно да говорюсь это все но в случае если вы работаете со склада поставщика ну как правило касается в первую очередь товаров которые у вас там вернулись и по какой-то причине у вас зависли да или если у вас все-таки есть склад свой значит вот лежат у вас на складе какие-то товары скорость движения которых неудовлетворительно вот они там лежат уже не знаю месяц два три полгода или не дай бог год вот уже там пылью покрылись такой там вековой вот значит соответственно система должна отобрать эти товары и поместите в раздел распродажа да у нас вот есть на сайте например такой раздел и соответственно в этом разделе у нас товары все попавшие в этот раздел продаются со скидкой ну на практике я могу сказать следующее как это работает у нас нас раз сутки запускается скрипт который отбирает товары которые там по каким-то не знаю странным причинам но лежат у нас дольше чем мы хотели бы значит эти товары отбираются и ложатся в раздел распродажа значит соответственно люди в виде эти товары они на всем сайте имеют соответствующую метку там везде написано там перечеркнутая цена скидка такая ты так далее да причем процентом скидки в разделе распродажи мы тоже играемся иногда он выше иногда он ниже там всякие разные у нас бывают истории второй вариант мы правда его еще пока не применяем но в планах его внедрить это не помещение товара в раздел распродажа а корректировка его базовой цены это немножко более хитрая штука потому что вам тогда нужно запомнить это самое но вот этот корректирующий коэффициент и ваш скрипт который раз в час обновляет вашу товарную номенклатуру должен умножать ну там не на два базового а вот на там на два плюс сколько ты или на два минус сколько зависимости от того в какую сторону вы скорректировали значит у нас скрипт который вот отбирает товары которые мы хотим продать поскорее и как следствие делаем на них ряд маркетинговых действий запускается раз в сутки и соответственно обновляет все вот эти вещи ну вот мне кажется этого вполне достаточно идем дальше есть такая задача как избавление от висяков ну то есть если в первом случае мы работали с товарами которые ну вот неудовлетворительно движется движется но недостаточно быстро то втором случае иногда встает задача когда ну товар уже неприлично долго не продается да вот такие висяки значит товар который пролежал у вас на складе на самом деле уже представляет из себя нечто такое чего нужно избавиться даже по себестоимости а я зачастую готов его продавать и ниже себестоимости почему потому что место на моей полке и на складе и на витрине интернет магазина хоть она и виртуально но стоит денег и товар который нам не лежит без движения он меня ну вот он меня тормозит поэтому мы у себя внедрили такую штуку у нас также и на ежедневной основе ежедневно запускает скрипт который отбирает эти самые товары значит и там но эти товары специальным образом помечаются и вот в рознице у нас эти товары продаются со скидкой минус 50 процент да для для нас это по сути но вот там в ноль или даже ниже вот плюс этот товар получает специальную метку и эти специальные метки учитываются при последующих закупках да то есть мы в паре последующих закупках либо этого товара закупим сильно меньше чем в пройва в предыдущие разы либо закупим ли вообще не будем закупать вплоть до такого можем можем отказаться от него значит почему я про все проект рассказываю я рассказываю про это потому что при значительном ассортименте вручную отслеживать и тем более ежедневно корректировать эти товары довольно тяжело чтобы эта система работала ежедневно четко и без ну там и быстро вот желательно задачи автоматизировать соответственно вы вашему программисту должны поставить задачу задача номер один отобрать товары которые ну там не продаются с той скоростью с которой вам хотелось бы да ну это несложно сделать программист в большинстве случаев с этим справиться довольно быстро разумеется если у вас система хранит информацию о том сколько этот товар пролежал до когда у вас была закупка и так далее не все кстати то эти данные хранят но вот ну можете хотя бы если нет информации о том когда о том когда какие были закупки какие движения товарные но смотрите хотя бы по дате последней продажи тоже в принципе можно на это ориентироваться да то есть если дата последней продажи поэтому товар была полгода назад а его в наличии по-прежнему 10 штук но наверное наши с этим что-то сделать если их наличие 100 штук ну тогда точно надо что-то сделать я тогда раздарил половину да вот идем дальше значит уху-ху сбился 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 сейчас я вернусь значит да так вот вы ставите программисту задачу отобрать товары висяки вторая задача переложить их но тут дальше зависит от маркетинговых возможностей вашего сайта если у вас на сайте есть раздел супер сэйл да или там как то вы его еще по-своему назовете ну хорошо значит вы его отколожили эти товары в этот супер сэйл и они там продаются с какой-то космической скидкой либо у вас есть там не знаю какие-то специальные промо-коды промо блоки не знаю подарки ну зависит сильно от возможности вашего от маркетинговых возможностей вашего сайта да придумайте что то чтобы можно было как-то эти товары слить вот значит ну вот где она вот такая дальше уже зависит от того что конкретно можно сделать вашем случае так значит сейчас я вам традиционно уже в конце презентации у меня есть несколько ссылочек которые которые на тему и коммерс в целом я сейчас по ним пробегусь значит и коммерс club это страничка в facebook на которой я собираю разного рода полезные ссылки и информацию о ну там об около и коммерс темах да ну то есть это моя такая личная подборка кому она интересна пожалуйста подписывайтесь следите комментируйте я стараюсь туда отбирать именно такое что-то самое вкусно да то есть если мне что-то кажется интересным я туда копирую вот дальше 2 2 ссылка которую я вам рекомендовал это группа им диспуты фсб фейсбук но там в народу в группе очень много уже там достаточно часто такие споры и крики оры и не очень по делу но в целом групп по теме полезно и в общем читайте посматривать ее хорошо вот идем дальше группа и спанк или и коммерс порка но это такая веселая штук я ее придумал в прошлом году мне кажется в сентябре или в августе не помню скоро год будет но суть такая вы постите в эту группу сообщение типа и спанк мне адрес сайта и в ответ получаете замечание касательно вашего сайта идея была такая первоначальная что специалисты и эксперты рынка юзабилити и коммерс заходят на предлагаемый к порке сайт и за 10 минут пишут 10 замечаний то что они первых 10 нашли таким образом вы получаете очень такой быстрый и насыщенный срез косичков и больших багов на вашем сайте да почему это клево это клево из того что на ваш сайт смотрят другие люди потому что когда вы сами смотрите на свой сайт у вас сайт у вас глаз зачастую замылен и вы сами своих ошибок можете не увидеть вот значит плюс групп полезно тем что можно почитать и посмотреть много кейсов можно посмотреть какие ошибки делают другие чтобы не совершать их в будущем самому до следующая ссылочка это опять группа в фейсбуке группа посвящена директ мэйл а тоже полезная штука там народ периодически обсуждают всякие разные интересные полезные истории связанные с рассылками следующая ссылочка не не знаю что ты и в этой презентации по идее быть не должно но бог с ним это обзор решение для ведения рассылок это западный ресурс на нем регулярно публикуются разного рода ревью и вот я как-то наткнулся на ревью разных систем для директ мэйл то есть это и мы в маркетинг софе вот тоже классная штука полезная почитайте посмотрите если вы директ мэйл вам интересуетесь ресурс полезны ну и самый наверное актуальный на сегодняшний день и самый такой насыщенный наполненный источник чаще всего обновляем мы это вот наверно шапал шапалок точку ру сегодня проект антина антона терехова вот клёвая штука читайте полезно смс магазин тоже ресурс который очень частенько радует материалами про и коммерс с очень полезными как правило комментариями и не только и коммерс там в целом про сайта строения много в общем тоже клево полезно читаем оборот трудно древнейший ресурс по и коммерс я честно говоря его уже по привычке вставляю в вот в наборы таких ссылок тоже сам на самом деле на нем давно не был но это такой дедушка и коммерс самый-самый первый сайт посвященный по моему в россии и коммерсу и в общем то там он большой можно долго долго и много копать ну и собственно ссылочка на наш корпоративный сайт по 5s точка ру собственно ваш покорный слуга до последний слайдик с моими контактами в общем то вот так меня можно найти сейчас я переключаюсь на чат и постараюсь ответить на ваши на ваши вопросы так посмотрим где же у нас вопросы так вот у нас сейчас я отмотаю чуть-чуть чат чат нажат зад посмотрю что тут наговорили так вот здесь я остановился дмитрий как с вами можно связаться по спаре вы есть несколько очень индивидуальных вопросов напишите ваши вопросы но во первых меня можно найти в фейсбук я там открыт и публичен назовем это так значит плюс можно сергею написать вопрос он здесь несколько раз свой е-мейл оставлял он мне передаст если они там сильно индивидуальные он не сможет на них ответить ну либо можете написать на наш общий ящик опыт собачка по 5 с точка ру мне тоже с него вопросы форвард нот идем дальше андрей предлагает кросс-прома со спортивным магазином значит у нас было много мы ставили несколько экспериментов с кросс-прома с разными проектами я пришел к выводу что это неэффективно кросс-прома не работает но вот как вам объяснить вложение в кросс-прома они требуют гораздо больше ресурсов времени чем дают отдачу поэтому я вот в кросс-прома откровенно говорю не верю все наши эксперименты в этом направлении ничего хорошего не дали и не знаю если что-то прям вот совсем вкусное целевое интересное придет я наверное попробую но вот пока что все мои пробы они ничего такого суперполезного не дали вот идем дальше значит идем дальше идем дальше дмитрий верните презентацию извините мы сейчас уже смотрим чат я презентацию потом выложу sharepoint и и можно будет тоже там скачать так дмитрий хочу значит игорь гусаров он давно с нами работает адрес сайта сейчас сходу не вспомню значит он пишет хочу семинар про рекламу и продвижение магазин это если это сейчас уместно обозначить двух словах основные источники трафика в твоих интернет-магазинах а значит игорь я скажу такую штуку я же довольно давно занимаюсь и коммерсом да и у нас ну вот у нас много рекламных каналов не жди запись вебинар ему правда уже год но я могу сказать следующее что принципиально ничего не меняется то есть основными основными каналами привлечения трафика по-прежнему остается сео остается директ остается работа с партнерками и конечно один ну там пожалуй самый эффективный популярный рекламный канал это директ мэйл да через которую у нас вот там очень значительно число продаж происходит ну вот основные рекламные каналы такие ну вот ничего космического и нового я вот честно говоря не вижу существует разного рода сервисы там социального рекламу вот эти социальные сервисы там рекомендательные сервисы тому подобное я пока что не вижу что они могут давать сколько-нибудь значимый объем продаж да там они дают конечно какие-то прибавочки мы там что-то пробуем экспериментируем но пока что все по старинке основное это села это директ это партнерки это не директами эту контекст это контекст директ мэйл но вот основные направления эти так дальше александр пишет дмитрий я думаю если бы у вас было 17 процентов возвратов это был уже было не скромная россия я не очень понял комментарии что значит не скромная россия не понимаю так дальше сколько стоит контент менеджер удаленный в месяц у вас мы платим контент менеджером издельно поэтому там все очень сильно зависит от того сколько человек сделал то есть мы там платим условно говоря n рублей за одну позицию конкретные расценки извините публиковать не буду в личке потом смогу рассказать так так не понимаю почему презентаж к человек не видит она была доступна 17 а что же вы дина можно познакомиться лично да со мной можно познакомиться лично я живой человек живу в москве так андрей астахов андрюха здравствуй если у вас нету программиста или он не очень то обращайтесь ко мне хорошо андрюх я подумаю над твоим предложением может быть нам нужен будет еще человек так дальше наталья не очень понятно зачем менять базовую цену чем это лучше чем скидка если вы меняете базовую цену в сторону повышения и от нее делать или вы значит смотрите наталья в чем суть была я чуть отмотаю значит я даже презентацию открою на этом слайде значит сейчас где это было вот смотрите штука в чем если у вас то если вы выделили товар который был который был висяком да и он ну долгое время не продавался то вы можете его продать ну то есть давая скидку ну конечно вы правы можно сделать просто скидку не меняя базовую цену можно скорректировать и базовую цену и дать скидку да тем самым он у вас и в будущем будет продаваться лучше потому что базовая цена снижена ну то есть тут зависит то есть это такой салат который вы сами готовите вы можете пользоваться только скидкой или только базовой ценой или каким-то там комплектом скидка плюс базовая цена тут зависит от возможностей на самом деле вашей системы и возможностей вашего сайта вашего программиста и того как вы придумаете вот этот вот инструмент поэтому тут вот вам решать как это лучше сделать так возвращаемся к чату что сейчас эти ссылки не видны пишите мне на ящик я вам сброшу так видимо не было видно ссылок на экране значит презентацию я выложу вот сейчас вот тут же в этом же сервисе и вы сможете презентацию скачать и все эти ссылки увидеть так идем дальше какова схема работы с вами если у меня клиент в регионе пошагово как то есть мне нужно организовать забор у вас и чтобы курьер отвез товар на почту ну это лучше конечно не нам не не мне писать значит суть в двух словах расскажу значит то у нас довольно много клиентов которые находятся в регионах значит эти клиенты работают по следующей схеме они создают сайт выкладывают на нем наш ассортимент который физически находится на нашем складе в центре москвы сам клиент может территориально находиться где угодно вообще и даже за пределами россии у нас например есть клиент который на украине живет вот дальше происходит следующее клиент заключает договор с московской курьерской службы ну к примеру да дальше происходит следующее когда клиент получает заказ он размещает заказ на соответствующий товар в нашем интернет магазине после этого ну получает номер заказа вот размещенного этот заказ он нет дальше он в свою курьерскую службу с которой у него заключен договор он отправляет заявку на то чтобы эта курьерская служба приехала к нам на склад забрала товар упаковала этот товар в коробку и издала эту коробку на почту ну если там доставка почты россии таким образом этот заказ доставляется конечному клиенту ну я не знаю куда угодно в любую точку куда ездит почта россии или второй вариант если доставка например курьером ну даже по москве даже соседний дом соответственно этот клиент размещает заказ у нас мы его формируем упакован в пакетик после этого он размещает заявку в курьерской службе чтобы они приехали к нам на склад взяли этот пакетик и донесли в соседний дом до конечного клиента взяли у него деньги и пробили ему чек на ту сумму по которой хочет продать этот клиент ну вот в двух словах схема вот такая то есть человек она довольно подробно описано кстати у нас на сайте на p5s.ru вот значит у нас довольно многие клиенты по этой схеме работают и из москвы и не из москвы и в общем то все вроде довольны да идем дальше идем дальше как так окна можете обращаться в помощи доставки к клиенту мы не пара мы не подведем светлана это здорово но непонятно кто вы да а вот тут есть линк муки что такое кроспрома ммм не с ней хелена извините не буду сейчас сдаваться в детали что такое кроспрома это не тема этого доклада у нас остается еще буквально пять минут я готов потратьте отвечаю наверное еще на парочку вопросов нам дальше Дмитрий как решить вопрос залежавшимся товаром со скидкой при обновлении цен так вот тут как раз задача в этом и стоит у программиста смотрите какая штука значит вот как бы объяснить это господи значит цена ну во всяком это сильно зависит от конкретного решения в конкретной системе я могу рассказать как это реализовано у нас у нас у товара есть базовая цена она вот базовая фиксированная вне зависимости этот товар в распродаже не в распродаже дальше если этот товар получает метку распродажа то везде сквозняком на сайте он выводится уже с учетом того что он распродажный да там скидка минус только то процентов и так далее и даже если в этот момент на него базовая цена изменится у него скидка все равно останется да это вот разница между тем что вы меняете цену на распродажу разница в том что вы меняете цену базовую или вы меняете цену уже или вы добавлять его в раздел распродажа уже сговариваться начал извините ради бога так идем дальше бам-бам-бам куда-то все пропало хелена мы здесь все на месте так вы сами не покоите мы сами пакуем товар мы товар все весь упаковываем в непрозрачные черные пакеты мало того мы его можем паковать для ряда курьерских служб ну например там для пикпоинта да для почты россии непокоим значит свет ссылку бы на вас значит света ссылку на вас пока не дала идем дальше сколько средний оборот по вашим оптовикам сколько в среднем зарабатывают интернет-магазины которые берут товар у вас дмитрий у нас очень разные клиенты у нас есть клиенты которые там покупают не знаю по одной штучке в день есть клиенты которые ежедневно забирают по паре тройки коробок больших то есть там на руках не унесешь поэтому оборот очень разные зарабатывают очень по-разному ну и бизнес собственно строится по-разному да то есть понятное дело что клиент который приезжает там на машине ежедневно за несколькими коробками это одна история это один оборот и так далее клиент который там раз в неделю приезжает за одним каким-то товарчиком это скорее всего там студент который сам этим всем занимается он сам себе программист сам себе дизайнер сам себе курьер вот поэтому в общем то вот примерно так идем дальше последний вопрос антон задает я на него отвечу и наверное на этом на сегодня все значит вы сейчас доставлять через им логистик по москве значит нет по москве мы доставляем свои своими курьерами плюс пикпоинт значит по россии у нас доставка пикпоинт плюс почта россии почту упаковку доставку в почту россии мы делаем через им логистик да с ними работаем так не ребят давайте вот мы про самопиар не хорошо ребята я очень сильно надеюсь что вам понравилось очень сильно надеюсь что я буду вебинары теперь читать довольно часто мне очень интересно ваше впечатление от площадки удобно было неудобно хорошо слышно плохо слышно мелко крупно мне очень интересен ваш фидбэк по качеству площадки даже до этого мы я читал вебинары на основе почты война на площадке комде и там вот была одна история сейчас мы используем площадку вот эту live stream она мне кажется с точки зрения скорости передачи видео звука лучше а вот с точки зрения представления презентации что-то сегодня какие-то жалобы были вот вопрос все ли вам было удобно видно и хорошо так вот тут пишут удобнее быстрее чем было супер понравилось борода вам идет спасибо хелен так да вот сергей просто повторил свои контакты у нас кстати есть 800 линия можно на нее звонить людям из регионов удобно так площадка лучше комде однозначно только непонятно в начале было как что только не как зарегистрироваться быстро без фейсбука что к почему поначалу многие многие потерялись прямо на прошлое на данной все отлично площадка год площадка год хорошо прекрасно тогда будем блина ян в последней части не переключился на презентаж черт я лох извините меня ладно я буду внимательнее стараться переключаться вовремя презентацию я в любом случае выложу и вы все сможете ее посмотрите внимательно изучить постараюсь это сделать вот прям в ближайшие пару минут окей всем спасибо за внимание буду рад вас видеть сейчас я даже выведу себя на экран я не забыл переключиться в этот раз вот значит следующий вебинар будет я надеюсь где нибудь в середине августа может быть нет раньше вряд ли где нибудь я думаю в середине августа о чем пойдет речь сейчас точно не скажу вариантов на самом деле довольно много скорее всего будет директ мэйл вот мне так кажется потому что у нас в этом направлении опыта уже очень много вебинаров я на эту тему не читал но во всяком случае вот таких вот публичных открытых и я думаю там будет что интересно еще коротенько нет не буду я про это пока рассказывать готовим одну конференцию интересную но пока что про нее палить не буду вот ладно всем всего доброго буду рад вас видеть в среди наших клиентов нашей прекрасной компании поставщик счастья в которой я работаю чему очень рад а еще один момент да хочу хочу почтить память одного человека очень трагическое сегодня произошло на самом деле событий сегодня умер илья сигалович это технический директор яндекса очень молодой прекрасный человек он конечно у нее с очень серьезный большой вклад в развитие интернет лично с ним я знаком не был но всегда казалось что человек который двигал технологии все его имя всегда ассоциировал с чем-то современным и таким прогрессивным когда уходит такой человек у как-то не знаю у меня было первым ну шок конечно и ощущение какое-то не знаю что-то старого вот старость какая-то подкатывает вот ну ладно я думаю мы бодры мы веселы и в общем то все будет хорошо и яндекс будет развиваться и я на нас сверху смотрит и конечно вот светлая ему память всего доброго рад был вас всех видеть удачи до свидания